процесс пошла запись друзья сегодня у нас трансляция 35 35 35 часть кто бы их считала вот реально кто бы их считал 35 часть действительно смысл в том что сегодня будет совсем короткая трансляция потому что не я не собираюсь сливать рай просто сегодня надо выезжать в москву одним днем и и завтра соответственно тоже будет короткий стрим из-за того что он болен секретное излечение из за того что ну надо съездить москву в общем она на один день на одну встречу для тех кто пропустил зря очень жесткие были две предыдущие части коротко мы исследовали зачем пришельца чисто прилетели мы скрыли соответственно сектоида допросили точнее сектоида кристалл изгоя потом сделали скелетный ключ у нас уже есть один скелетный ключ и делается еще универсальный ключ по захватывали вчера позавчера врагов допрашиваем их с пристрастием сейчас вот он допрашивается по сооружениям закупили спутниковый модуль пока что последний доделали тепловой сделали psy лабораторию скоро будет готова лаборатория генетики не дали пока врагам две страны индию австралии уже 2 месяца не держится еле-еле вот сейчас начало сентября и в австралию прилетела сразу же destroyer и сразу перехватчик но смысле fighter не разведчика fighter план какой по секретной сейчас поедем на секретную операцию но к сожалению в юарную не хочу скипать секретной операции потому что одно уже скипнул из-за этого ну то есть они с каждым месяцем становится сложнее и сложнее ресурсов них 200 будет очень активно летать будут очень будет очень много миссии в этом месяце вчера мы потеряли еще одного инжа количество умертвых людей уже пять человек много появляются первые психи все лаби соответственно идет первичное тестирование она еще займет в районе трех четырех дней заказываем спутники в том числе страховочные спутники цель в этом месяце запустить ну еще три спутника то есть нигерию закрыть китай японию и австралию то есть чтобы получить бонус от региона чтобы спасти еще австралию ну и конечно же мы готовимся к штурму базы то есть вся вот эта вот тема с допросами захватами с а еще в литейном цеху делать супер рейнджер для того чтобы вместительность у нас было рейнджера больше чтобы можно было штурманывать базу смысл в штурме баз то есть нужно освобождать регионы для нескольких вещей для того чтобы получать ресурсы опыт для того чтобы уменьшать количество ресурсов у врагов на что каждая база это 50 резов в месяц если правильно помню снижать общий уровень паники путем штурма опять же баз в общем потому что резов всегда не хватает а вот с база можно принести очень хорошо сейчас я ресурсы не трачу по какой причине по какой причине не трачу ресурсы и я ждал когда делаются ра космические разработки дождался и у меня сплавов не хватает для апгрейдов я хочу авионику уже хватает ну что борт компьютер взяли вот авионику на захват за закупить сейчас вопрос только на какие деньги наверное слетать нужно экзальт для начала получить 150 и там уже ближе к 400 то есть это нам позволит попадать значительно часть еще либо мы копим уже на бронебойное оружие то есть это позволит нам кораблям которые не оснащены лазерным оружием более-менее нормально сражаться с брони что у всех укачаешь а что посоветовал слон то есть я взял роли рокета инжи рокетом регенерирующий биополе инжам тупоуме не знаю с чем это связано я решил слона не со слоном не спорить вот сейчас мы летим на миссию экзальта повторюсь она сварм она опасная я знаю что это будет стройка потому что городские кварталы ждать контакт с противником вскоре после приземления это close quarters это только одна может быть картами и я пожалуй даже возьму опять же по совету слона нормального 3 пехотинца то есть лучше лучше сделать такой оверкилл своеобразный привет господин нуб берем короче трех пехотинцев потому что двое из них часов или трое из них часовой 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 нифига себе часовой это основа собственно сдерживание врагов дальше у нас идет инженер почему-то со сканом не могу понять причем здесь сканы инженеру там густой дымом особо не нужен потому что мы скорее всего возьмем медикам но блин медика топового брать не хочется да я как раз думал что густой дым мне особо здесь не нужен в количестве четырех штук то есть скан мы убираем дымовую гранату ставим пока что панцирка пока что панцирка рокет обязательно нужен просто обязательно единственное что можно ему поставить ему осколочная особо не нужно мы можем например выдать даже датчик движения вместо второй осколочный одного снайпера хватит с выборочным прицеливанием больше не нужно потому что карта там такая что только один снайп нормально будет стрелять у него точно запредельно с улучшенной лазерной оптикой он будет просто разуплотнять медик как видите не с густыми дымами но ему так надо просто по удаль держаться и скорее всего все таки так но этот разведчик у нас спринтер он у нас на базу снайпера топового желательно тоже оставить топового топового тоже лучше оставить можно взять неопытного пулича я правда не знаю для чего ради метки ради сопресса даже гатлинга не хочется ему брать если честно потому что там смысле тяжелый пулемет гаусс не хочется брать потому что он он не попадает с такой метростью он не попадает и не стреляет особо здорово братцы здравствуй стихо имели реги салют чем андр добрый вечер имели регис ну типа тупо уме занимает целый ход ракетом всегда есть чем заняться в отличие от инжей нет рокетами как раз не всегда рокет это как раз страховка рокеты у меня выполняют роль крауд контроля они раньше на оверх у меня стояли сейчас у них просто задача стоять и ждать когда наступит жопа и вот в этот момент выходить с ракетами ладно пехотинец 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 основа датчик движения есть подождите а если все таки взять разведу с 2 а он меня занят он мне кажется ранен да у нас много ранений друзья мы вчера на разминирование трех раненых получили топовых трех раненых и сейчас еще из казармы трое на пси ушли то есть нас с людьми вообще проблемы начинаются так что давай возьмем все-таки этого пулича несчастного поехали миссия экзальта передатчика ориентировочно отдаем садимся да это она это единственная карта есть приблизительно понимание как нам действовать то есть мы должны вот от этого угла двигаться до валеру танки 3 обычных танков у нас есть валера ремонтируется он еще будет недели две с половиной ремонтироваться да датчик движения здесь был абсолютно лишним потому что тип карт это такой врубаем смотрим да люди впереди эмиль ригис поддержал наш канал на 1234 рамки сообщает начинаем кидать деньги в монитор для отвлечения кидая 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 все правильно так победим пека спасибо большое короче занимаем этот угол тут явно никого нет снайпера выводим в угол без каверов пехотинцев расставляем здесь вот раз-два возможно здесь три то есть это ключевые ключевые люди которые здесь должны работать прячем естественно всех остальных за и прячем конечно же этого товарища что по вышкам есть одна для страховки то есть если начнется начнет все рушится то у нас есть по крайней мере одна вышка экзальта уже очень опасный то есть мы тут явно не шотаем сразу же нам нужно еще с вами скорее всего одну гренку потратить заранее чтобы снести вот этот неприятный угол потому что именно отсюда будут идти людям понимаете отсюда и отсюда они будут подходить с разных сторон и надо иметь возможность их прям принимать принимать главное не торопиться здесь народу много здесь будет 20 плюс человек сначала они ломают кодировщик цена вопроса 50 баксов а потом попрут на меня да я понял короче раз . вот я не помню кажется и это и это являются давайте попроверим мне кажется это оба нормальных кавера то есть они хоть и являются полными но через них ты типа видишь проверить я могу это ракетом если встану и мне удастся мне удастся ракеты вот сюда вот попасть снайпер выходит на длину это стоит пока что неплохо улич так мне пока не нравится то что я то как я раз здесь расставляю бойцов возможно даже тропы мы хотим сюда поставить надо будет что у меня справа такая зонами уязвимые так скажем местность так не торопимся ряд гиппогрев нужно остановить их пока не добрались до передачи как же ты без арчи то сейчас проверим рокета ну конечно будет противник но пошли скриптовые идет подкрепление рокет здесь часе да видите это место место очень хорошие то есть я реально могу работать я могу конечно во фланг пропустить но здесь два пехотинца короче я оставляю здесь пехотинца оставляя здесь рокета стоит они хорошо того рокета я не хочу триггерить он все равно должен будет подойти для того чтобы вжухнуть меня правильно я на всякий случай закину первый дым но на случай если он все-таки с фланга будет стрелять паразит он может стрелять с фланга потому что мы его не добьем о современный нарисовал кресолида хорош красиво похож и надо грянка закинуть час 1 за загадя вот сюда вот сейчас побегут у меня трое часовых трое побежал 1 первый выстрел 2 выстрел еще один падает но тут конечно без шансов человек но рокет может прибежать пока что я не прибежал окей давайте я закину грянку все-таки не буду жадничать потому что ну я помню просто что этот угол треб ну надо его снимать просто надо его снимать чем раньше тем лучше его вместе с вообще вместе с этой стеной нужно его снимать то есть вот так максимально поехали потому что там уже могут стоять люди во первых стенку левую не снял плохом и ту дальние надо снимать будет но это попозже у нас перезарядки халявные поэтому перезаряжаем с пехотинцами каждый ход сейчас марксман должен слева к минимуму бежать я думаю что рокет должен проявиться сейчас дороге проявляется он здесь побежал но мы его не постреляли по нему он нам просто флангу это же уже сейчас флангует плохо ну там снайпера конечно баха это не только но мне не понравилось потому что видите есть . с которой тебя просто смотрим наша задача принять всех все подкрепления которые сейчас будут падать продолжать будут падать пока не мне он не скажет последнее подкрепление ой 66 после 46 всего лишь точности за full cover и видите как плохо но двойной часовой вручают последнее подкрепление отличным принимаем последнее подкрепление но мы не с не спурили ни одного пока вообще на карте а их там 4 еще один еще один подходит сверху падает должен еще поставить должны остаться over до 81 всего лишь одна снимем желательно снайпом потому что у него может быть у него скорее всего есть огневая поддержка учитывая текущий тир ну и рассчитываем на часовых просто то стеночки надо планомерно снять паки конечно тоже придется по карте спулить закроем день без потерь слушай ферадон у нас сегодня такой день не очень я принимаю челлендж но ты можешь еще я могу короче от него отказаться потому что мне сегодня поезд на 9 часов то есть я сегодня на два с половиной часа всего лишь поэтому так как то еще там один остался до скриптовым что мало скриптовых я уже начинаю жалеть что взял топовых пехотинцев сюда всех но все равно хорошей лишь даже на два с половиной часа можно трое залить за два с половиной часа вообще легко и мне это вполне по силам кудаешь матом москву на 1 встречу за два с половиной часа можно потерять трое не то что бойцы абсолютно согласен м.д. доктор абсолютно согласен с тобой о короче я не знаю чем не делать потому что давай так подождем еще там один товарищ может стоять на овере я могу спокойно на рандомный выставшись выбежать виду отсутствие разведчика да мне и нужно пулить пак нужно пулить пак и скорее всего большинство перемещается сейчас наверно датчик движения рокета на сбегать вперед да наверное так ну потому что тот где-то стоит упырь с пулины датчик движением а вот они вся карта здесь я не могу и шага ступить я подожду есть вероятность что люб любой из этих паков сейчас заберется и начнется action блин они все вот здесь трендец опасно как а черт реальный даже даже идти не хочется туда там ты если увидишь что увидишь скорее всего всех надо по клеточке подходить а давайте сейф лот сделаем возможно они стригерятся тогда сами побегут верлоин добрый добрый вечер добрый да такое бывает то есть у них задача они должны как бы бежать на эту штуку на это перехватчик но ну на 1 передатчик но бывает что они просто за это самое затупливают и ничего не делают поэтому один из способов это вот сделать вот так вот сейф лот и посмотреть как они будут действовать что бывает что они на точке застревают бывает что один засадит просто прицеливается 40 ходов но что-то чудо не произошло пока что по крайней мере потерять хоть одного прокачанного более чем внутри звание отличный день лишь что ты делаешь ладно хорошо это компенсация будет при не принято 3228 и медреги спасибо то есть если потеряю мне будет не так много негатива потому что по крайней мере это челлендж выполнешь костейль я не знаю как как это самое местом привет отваливается и все короче я должен идти вперед но рокетом это делать не хочется почему потому что если я с пулем не должна быть возможность бахнуть рокетом поэтому я сейчас выберу скажем до племянчики с тяжелым пулеметом лучший выбор но не разведчик точно вот это вот и не хороший блин с густыми дымами там просто миллион паков то есть там три пока по 4 человека то есть там вся оставшаяся карта там дюжина врагов ладно аккуратненько проходим это первый я щас прямо по клеточкам буквально буду идти потому что с пули 12 оперативников вражеских это можно тут и остаться в общем то что хп у них столько же численно они получаются превосходят можно попробовать их инициировать гренкой то есть подойти инженерам так подходит ну вот опять же непонятно где логика то есть он сидел 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 потом пора за два с половиной часа слить следующий трассе сегодня миликс 10 и дай бог я принимаю конечно задание но нет дик черта вообще не надо закрыть будет челленджи в конце трансляции десяточка золочена сейчас начинается короче я подвожу подвожу инжа я пошел ты пошел с богом троляка блин а это откуда а это внизу вот там сидят то есть они они это не здесь вот вот как как вот сейчас пошли они на меня ядрить плохие overwatch и трое 97 всего лишь один вот надо эту стенку сносить и скорее всего гренг или рокетом все-таки давайте посмотрим там главное передатчик не забрать мне главная стенка убрать отклонение 0 302 то есть но никак мы не не попадаем не по передатчику не по себе поэтому рокет просто чтобы пикотинцы стрелять могли исключительно ради этого что если был этот vision то они сюда просто не добежали бы банально так что у нас дальше там еще же один сидит дан третьим вот он здесь сидит возможно это гренка опять же для vision с другой стороны если я ушатаю а здесь full cover неплохо ладно давай нет черт гренка 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 таким вот образом надо делать поехали но это столько не нужно мне тоже ой спалили но хорошо не столько следующих подойдут то есть мы открыли просто убрали все барьеры границы да и они на точку должны почти все здесь еще можно ракеты бахнуть я бы попытался распределить даже вот так подойдем распределить как-то по-хитрому выстрелы чтобы мне хватило и на over ладно ты в любом случае так отлично крит значит то есть over ты соответственно вот так хотя овер тогда у меня будет только с одним выстрелом у скорее всего надо кидать дым причем дым обычным за неимением лучшего потому что эти сейчас пойдут на меня улича лучше сюда чтобы был вижу здесь ханкер укрытие здесь увы на самом деле можно сюда его подвести слишком либо правее что чуть безопаснее либо здесь все-таки over пока дымчанские куда-то сюда что там полу ковры есть и они сейчас побегут там уже с пулили пак все один пак убили с пулили полноценно еще четверых все с богом они может быть даже в этот ход не добегут да вижу то есть может быть не успеет забраться до прицеливаются ладно в этом не на руку чё дым это у нас есть покажет как раз перезаряжаемся прицеливаемся перезаряжаемся берем 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 посмотрим как они будут идти не будут если пойдут скорее всего сейф вот сделаю что вообще не должны бежать инжан убрать до бежит 180 70 80 промахиваем ся два из трех игренка пошла ядрить хорошо резист пока работают вот тварь я снайп не верит меня на 5 ставим метку убиваем его я уберу инжай отсюда пехотинс хочу поставить за вот этот вот кавер за фуловый попытаться добить его кем-то из этих они знают куда идти если что снайп ни хрена не работают ладно ждем там еще минимум трое плюс еще пак 2 я вот не знаю стоит ли три хита восстанавливать не стоит 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 давай аккуратненько раз привет липсом дум душераздирающий конечно история не знаю как быть хорошая игра блин они опять не идут ладно переводим назад медикам улыбаемся сохраняемся логимся ну они должны повторюсь захватывать передачи пусть захватывают не надо тупить не надо тупить что медик я его перевел потом сохранился и все равно как бы игра удивляет вот еще один пак 90 98 56 1 крит 2 крит 3 промах это только пул еще 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 стреляем еще 98 91 крит крит еще 100 блин трое часовых трендец какие же они жесткие но это не справились понимаете оставили все таки оставили все таки бойцов снайп как обычно ничего не делает дым так сопресс дым и этот единственная цель full cover медик бахаем и он рокет пока погодим 78 до сначала того надо добить потом ближним попытаться медиков жухнуть но что-то стоит вообще надежно подходить его пытаться фланговать стыдно это не фланг во первых во вторых и мне кажется что я там кого-то еще оставил блин и я пустой здесь попробуйте уранит на 50 и тогда у нас пехотинцы с большей вероятностью постреляют 51 тоже так себе конечно молодец так все-таки over пока что over я бы даже закинул дым если честно потому что дымов у меня 4 сейчас как раз поле на 45 человек сейчас сама один из самых опасных вообще момент который желательно бы пережить также мне снайп подвешивает вообще нет ни о чем что сюда подвести давай так лучше хоть обзор будет дальше я думаю сейчас еще выбежит точно кто-то то есть остатки паков или предыдущих паков да пожалуйста вон сапресс болен что нес хоть из хп мало но сейчас снайп должен работать отлично можно уголок срезать рокетом но мне кажется что мы его давай сапресс сначала потом посмотрим тут вопрос к снайпу во первых попадет ли он свои 57 вроде нет дальше вопрос к пехотинцам типа но тут как бы тоже не очень высокие вероятности до 53 последняя попытка дороги и я рокет делаю я не хочу сейчас рисковать то есть я лучше оставлю на овере людей чем буду мариновать еще один рокет тем более что последние почти каверы которые только остались все убили молодцы овер перезарядка овер овер ханка ну там еще по полноценный пак еще трое спулиных хотя по количеству может быть и и последние но в любом случае сначала перезаряжаюсь прицеливаюсь где не нужно перезаряжаться просто короче готовимся закинул пепу полтоса он разбанил от прикол ваще 91 98 есть попадание раз крит крит продолжаем работать там четыре человека еще сто процентов сто процентов добили но все в одного и вот теперь мне этого рокета как раз не хватает трендец не будет больше на стрельб не будет не будет есть шрида но шрида это конечно не очень хорошо снайпе видит одного медика но надо бахать с медиком что лучше цели у него не будет о стеночку снял и главное освободил еще передатчик то есть у нас еще с вами есть опция ну да здесь сапресс любом случае нейтрализуем этого пробуем добиться потому что палач потому что ну более-менее вероятность более-менее вероятно 56 это совсем немного да я думаю добить машидой как-то или да надо больше гранат было брать всем короче овер 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 здесь густой потому что уже начинается какая-то ересь да там человек битый да скорее он может промазать ну а вдруг не промажет улич видел только одного поэтому лечение окей прибыль готовность прицеливание прицеливание что снаэп снаэп не видит понятным продолжаем сопрессить единственную видимую цель пробуем огневая 27 трендец какие же они опасные но это ранение догичать поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает приветствую микки удачи тебе в среду красный день спасибо большое узнать можно ли мне быть первым гмо бойцом в ваших рядах нету мест мин вообще нет мест трендец как же меня бахнули то часа не понимаю почему я здесь снайпером не вижу так поэтому нет сапресса во первых во вторых нужен густой дым еще сюда потому что он может шо тут не пулич без сапресса просто овер перезарядка ладно выстрел и овер хорошо хотя бы так боли на же ранению палич не топового но но опасно подымом я должен опыт сопрессе понимаешь что огневая поддержка на 4 процента слава тебе господи но я должен метку ставить чтобы снайпом его убивать что снайп там не абсолютник сейчас уже ближе к правде выборочное прицеливание 97 до свидания 2 выстрел на халяву дали у снайпа да но сигнал такой неприятный надо эти там сидят прицеливаются и опять делаю сейф то есть можно конечно на них идти но значительно быстрее и безопасней учитывая нашу наш состав бойцов и это просто сделал так чтобы они на тебя побежали но они могут побежать скорее всего побегу ведь сейчас посмотрим есть прицеливание нет не есть прицеливание так осталось три человека двое из них прицеливаются треть из них хрен знает где сейчас еще один-два хода подождем а вдруг торкнет их один стоит там на овере да трое прицеливание понятно все ну тогда пробуем подойти можно это сделать через еще выключение вышки так более надежным на самом деле я наверно подведу все-таки еще медика с приказом инжа подводить особо смысла нет рокет вообще-то тоже снайпа тоже но через можно конечно закинуть на крышу на крыш каверов нет прицеливание прицеливание сейчас прицеливаются двое например да то есть один у нас будет на овере сидит прицеливание прицеливание один овере сидит но можно подойти оперативником вырубить типа и прорашить их попробовать можно чуть-чуть поближе чтобы иметь возможность рвануть смеет разведчик чтобы молниеносно стагерить то есть единственный абсолютно безопасный способ это это врубить вышку сначала а потом уже пойти к ним это небезопасно кстати вот то что ты сейчас пытаешься сделать ладно давай так давай так потом так да мы их не видим это дает возможность пройти вот сюда здесь моя задача флангануть просто выйти на на позицию стрельбы выходит но здесь овер один 66 процентов те прицеливаются окей вырубаем и пробуем их их подсветить поехали так видим отлично две цели выходим соответственно еще вот так две цели понятно короче ты разбираешься с это например ну хотя бы ранишь этого я поставлю на овер потому что они рванут этот пытается добить раненого этого товарища два раза пытается стрельность в общем то все то есть должен теоретически должен расстрелять они же будут перезаряжаться я встал на овер плохо ладно я же нет огневой они же не буду сейчас бегать даже несмотря на фланг ну ладно мы их так убьем прицеливание прицеливание это не страшно да я просто хотел думал что они расфлангуются значит мы их о 400 этого можно было на 4 200 максималку вообще выключить а максималка это выборочное прицеливание если я задался целью я мог бы этого прокачать ладно получили ранения пулеметчиком довольно серьезно я думаю дней на 20 мы пулеметчика лишаемся у которого косарик экспы до 24 дня нам дали денег 228 на руках но я хотел в лице и в литейке сделать сделать либо бронебойное оружие на это нужно подкопить сплава либо авиа нику для более точных выстрелов плюс авиа нике в том что если мы сейчас под напряжемся то можем спокойно приобрести собственно этот апгрейд а улучшены методы сбора еще на фрагменты оружия есть вот но мне придется сейчас все равно довольно серьезно продаться отдавать даже и лереи на на сплавы но это единственное что хотя нет вот еще из борткомпьютера источник энергии 2 штучки 90 баксов так уже получше то есть 80 баксов можем найти тогда у нас серьезно возрастет точность на 10 единиц в дефе будем разрывать просто 50 и 50 будет попадание у неопытных пилотов из лазерного оружия то время как у врагов будет порядка 20 25 да надо делать давайте 80 баксов день найдем у нас без бонус продажи к сожалению этих 5 баксов они у нас трупы хорошо трупы по 4 уже продаются запускаем авионику через 10 дней будет готова к работе допрашиваем утона террора еще не было в этом месте меня беспокоит в этом месяце именно размер казармы то есть активность пришельцев будет приблизительно такая же как прошлом месяце судя по ресурсам но из-за полученных ранений и отправленных психов количество людей будет значительно меньше вот уже сейчас у меня нормального полтора только состава и следующий вернется только через два дня то есть я скорее всего здесь за файлю по миссии мне нельзя ловить миссии подряд в австралии бомбят а там некуда большим переводим иглы сюда лазерная 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 идет при вооружении здесь лазерные лазерные дам средний рейдер пожалуйста как бы миссии на которую надо лететь но по крайней мере надо его сбивать пытаться полетели в дефе два самолета всего лишь и ресурсов у них повторюсь много у них хватит на два террора у них хватит на вот такой вот активность к бою готов по крайней мере сопоставимую с прошлым месяцем и он сразу попадает два раза это плохо сбивать его все равно буду потому что потенциально 150 баксов и даже если мы его но осталось там немного типа сбить мне кажется налетит просто до из того что регион но мы по крайней мере типа миссию обломили его лазерную пушку все равно снимаю ставлю тут же я уже не могу вытащить короче мне нечего ставить ворон бою готов универсальный ключ это 2 и допросили мутона мутоны бустят мне гаусс на 25 процентов и как раз это одна из опций 9 дней гауссовское оружие она мне конечно в первую очередь нужно для снайпов потому что снайпы особенно топовую же давным-давно с расширенным магазином и ну тут на самом деле три варианта да можно конечно быстро вскрыть собиратель по что два дня если сядет баржи то будет больше ресурсов но пока нет ну что вероятность достаточно низкая и лирии дольше чем обычно но это энергобраня по выход в плазму и так далее но достаточно долгая ветка исследования биокибернетика это у нас появятся все мехи появится михтоид летун с кибердиск для вскрытия летуна уже можем допросить потому что мы живого взяли это откроет нам мэков и прочее но самое практичное и быстро это улучшенное оружие гаусса потому что без дополнительных исследований через 9 дней мы уже сможем заказать гауссовские снайперские винтовки которые смогут уже работать гораздо более эффективно чем лазерное оружие по крупным целям по бронированным целям по кибердиском по михтоидом по тем которые вызывают больше всего проблем по окончании этого проекта желательно лучше параллельно заказать баллистику потому что добавить еще одну единицу урона взамен линзам снайпом абсолют никому которых там 96 без прицела это было бы приятно короче оружие гаусса друзья 100 фрагментов сплава и лере поехали и еще бы 80 баксов в литейке на баллистику и одни правда на всего лишь делается можно и подождать на первую базу успеет газки сделать нет но это не значит что их не надо делать я пожалуй все-таки трубчики продам потому что на 8 ну учитывая стоимость хорошим 80 баксов можно получить без серьезных затрат и заказать сразу так вот в литейном цехе скучать не приходится возвращаются постепенно людям что прошло уже три дня я жду еще психов первых на тест это как-никак плюс три оперативника допуская что туда сразу же отправлю кого-то еще но не буду выбирать ценных товарищей возьмем блин от ранение конечно мне это будет очень сложный месяц короче говоря сейчас 9 сентября люди вернутся ну все к концу этого месяца только к концу пять человек топовых средний destroyer и это австралия но там нас нет спустя спутника зачем прилетел сюда destroyer я не буду естественно него реагировать никак как бы пусть летает поливать он прилетел убивать мне спутник которого нет окей а может он бомбит просто пусть бомбит на максималь максималка большой низко опам высокая сложность похищения у меня городской жилой массив ну медики вернутся через 22 часа два дня то есть мы топового берем медика в любом случае потому что это минус фатик единственный из возможных более но большая боевая зона народу трындец как мало конечно за это в том числе и и посмотрел как вчера кота это розе оказывается краб не только ты не только ты но я привет то есть ты считаешь что ты играешь лучше меня в лонгу роданка мне нечего по этому поводу сказать я не видел как играешь ты ты же не стримишь правильно друзья но я тут не могу брать какого-то нубаса рокета потому что это миссия может плохо закончится для меня если мы возьмем плохого ракетчика можно конечно взять типа медика на прокачку вот это а стоп у нас же у нас же званием возможно он уже готов нет не готов этот не готов мне нужно звание вот этим медикам выдавать а им нужно накидывать количество операций побольше а вот низкий уровень паники в стране он определяет он влияет вообще на качество паков мне почему-то казалось что влияет на качество паков то есть чем ниже паника и тем выше чем выше защищенной все страны тем меньше вероятность встретить противника высокого уровня кто разбирается подскажите пожалуйста или нет взаимодвину взаимосвязи от роде привет влияет степень защиты страны но у нас там должно быть вообще все хорошо великобритания мы там не скипали вроде ничего там должно 30 40 70 70 степень защиты великобритании это максималка из текущих вообще посмотрим что вообще тогда по идее там должны бегать сектор и с дроидами иногда встречаться сикер да правильно понимаем а высокая потому что размер паков сейчас по 5 их там три пака по 5 по 6 один горит влияет другой горит не влияет на такой типичный экспертный совет собрался здравствуйте михаил не желаете против героя с модом эквилибрис правит баланс баги другие плюшки ли джеки таллинцы 2 конечно на сложности без храни бою я в джеки итальянс очень мало играл все время в я впервые играл больше пробовали даже его постримить но не зашло почему-то довольно медленно и скучно оказалось аудитории и мне тоже вот четвертый герой не играл тоже нет пока пока я не рассматривают другие игры потому что что есть одна игра так у нас все еще есть потребность датчики движения можно кстати взять танчик густые же у нас есть а густые есть танчик как раз нам сэкономит но танчик с другой стороны это отсутствие прокачки это потеря экспы и лучше взять кого-нибудь из этих да и 2 уроки то возьмем лучше там рокеты выходит ничего страшного вроде нормально пару снайпов взяли не ощущение что что-то забыл ну датчик забыл понятно что-то я еще забыл то есть медик один на прокачку снайпер он уенджа еще нет если там пак берсов то будет сложно хотел с ракетами нормальным быть полич правда не стопом не лучше давайте вместо ракетчика инжа возьмем тупо полезнее будет единственное что я бы выдал датчик движения кому-нибудь из давай ладно улечен все равно нихрена попадать не будет вот тут химка и гранд пришельцев скорее все так чистое веркил полетели на похищение 10 сентября повторюсь самая большая пока проблема сентября грядущие которую прям на поверхности ли это 6 раненых и трое в пси ну или постоянно все тренировок так что у нас здесь четыре густых дыма полить с датчиком движения враги которых пока не видно мэлт видим прямо по курсу и соответственно здесь они я передвинулся поличем еще сюда паки большие паки большие без без ландшафтников здесь делать нечего то есть без гранат без рокетов тут никак потому что потому что вот эту галант снимать в общем я не хочу выходить на площадь если честно особо не хочу забираться на крышу не знаю о том какие там паки дальше слушаем сын мутоны блин вот есть степень защищенности страны пак стоит пак стоит вот здесь или все-таки крыша и крыши то мега агрессивно надо как-то согреть это все делом хрен его знает как ладно давай попробуем поличем пробежаться исключительно чтобы посмотреть какие там паки дальше дальше да еще пак слева на 3 на 3 может быть имеет смысл одного такую такие чтобы контролить слева тебе нужно 1 сюда ставить но не будет смотреть подать туда мне нужно какой-нибудь грамотный пол блин как грамотно спулить не выходя по центру ждать можно открыть двери на самом деле здесь и ждать когда они вот в эту подсобку выйдут неплохая штука потому что они могут сюда зайти спешу ракеты на этот момент подготовиться а вот пожалуйста бегают ценному тонны два пака прямо передо мной и что там кто-то есть можно посмотреть по клеточкам глядишь тут инициировать сроки то но я никого не вижу вот двоим или это ящики не давайте подведем пехотин сюда потому что он как раз не какое-то время покупаем позиция мне пока не нравится можно конечно открыть дверь спулить отойти типа но как бы этом сразу два пока не спулив и варианты варианты пройти например слева отсюда спулить так ты с меньшей вероятностью ладно давай подожди немножко два-три хода потому что они очень близко крутятся могут реально зайти сюда это было бы идеальным наверное а слушайте есть гораздо более выгодная позиция можно вправо сместиться я только сейчас понял что это за кавер здесь лучше потому что неуничтожимое укрытие есть еще одно неразрушаемые тоже и возможно имеет смысл пока не поздно врубить последний датчик и попытаться сместиться туда но я сейчас не вижу никого вокруг поэтому не буду хочешь пули я пулю с богом 3 летуна мутон летуны конечно заставит меня зайти внутрь и не факт что они не выйдут сзади я даже наверное снайпов оставлю здесь чтобы они по крайней мере смогли на случай облета летунов их увидите прикрыть стоит ли сразу закинуть гренку потому что здесь летун стоит здесь летун стоит вот он ушел вправо да то есть чисто в теории мы можем перейти инжем скажем вот сюда и закинуть гренку прям прям ранить сразу троих может быть имеет смысл даже бахнуть рокетом потому что шанс да давай лучше рокетом по своим конечно по своим надеюсь по троим попадем до 966 это хорошо это вот это бодрит уже там товарищи кричат нет только не мэлт поле чем стану скорее всего под фулкавер опасно же там клет меньше клетки отклонения до меня не доходили я конечно еще попытался выйти снайпер не видит весьма если снять угол то можно будет нормально пострелять то есть закинуть вот так вот гренку на угол но все равно это дверной проем будет мешать не не вариант что делать что делать что делать ждать мутоном улыбаться ждать мутоны видимо но он не доходит типом здесь отступаем здесь ханкерим здесь тоже отступаем от вижена подальше тут ханкерим тут ханкерим один ход у них чтобы подойти блин а рокета полукавер на хрена ханкер делать если тебя человек подставляется я понял ну глупости вообще откровенную лажу делаю опять вижу нет ни черта я поставил этого но исключительно чтобы он вытанковывал следующий раз то есть на iphone пробуем руки-то бы еще назад не хочу полукавер слон привет уважение отлично сегодня если вы пропустили стрим от слона сегодня там контент еще попер короче он подрубил вебку там просто какая-то бомбическая вебка с фильтрами такой типа ретро стиль прям так и дым давай закинем на всякий случай а тут может выйти мутон разгрена и снять да но нет евгешин здравствуй может правого снайпера перевести может вот он обойти вот он может обойти до он прямо сейчас может обойти кстати десант хорош то есть провяжем оказалось так давайте медиков качать потому что чем медика вполне конкретно вот этого 58 90 понятно все с тобой там остался этот литон который может мелькнуть опять именно слышу но мне по-прежнему позиция это просто очень не нравится я думаю либо прям агрессивный идти вперед может быть даже вместе с агрессии вперед попробовать снайпок на крышу завести потому что они с такой позиции особо не работают слушаюсь чем мало кто работает так точно но не в этот ход михаил только не в мою смену смена магазина смена 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 летом справа пак справа за что там за звук там пока мод литонов но и финана давайте я попробую снайпов все-таки свести наверх проверим эту крышу по крайней мере у нас будет может быть даже кого-то вместе с ними завести не не потому что ему грустно и одиноко чтобы хоть какой-то какое-то прикрытие было медик это лучше просто выбор и вообще лучше пулич туда серьезно вот вот прям лучше пулича то есть он встает и улыбается там у него очень хороший обзор получается дальность конская он никуда не спешит никуда не идет тяжелого пулича лучше ставить так чтобы он вообще нет никуда не ходил блин по правильному час на самом деле надо было бы еще нужно кто где справа литун обходит до скотина был же да был же гад где как ты его видел и дрить извините не ну надо конечно сейчас вон он понял снайпов дальше потому что могут выйти во фланг вообще всех хочу уже на крыше пехотинец здесь стоит отстойно потому что он может спули час пак один он с ним не справится но никак при этом ему люди не помогут в ближайшее время то есть такая немножко ну сложная ситуация тут вроде под коверами под коверами с до снайпов и не долетают и круг вот он ух ты хитера бобер опять сколько можно так я с тебя зарекался до прокачать но там же еще один по красам но нужно не просто так туда сходил в соседнее здание не просто в магаз но у него видимо был какой-то план так пулич сидишь и сидим вы сюда забираемся наверх как на рывке да сэр это я то сэр получается так все задача вот от этого угла отыграть попытаться то есть подойти посмотреть что там да как спешу слушаюсь слушаюсь уже иду справа шаги это голуби нормально все идем ориентировочно в угол часа отсчитываем клеток пять сразу же пехотинцам то есть вот отсюда все они спулили и занимаем всеми дальше позицию 23 пулеметчик конечно слабок на снайпы заходят на будущее все-все-все руки там надо было конечно с прийти там сюда завести потому что вот следующий ход сейчас если мы пули мы не запускаем ракету плохо то есть не имеем возможности запустить ракету это плохо то есть медик назад рокет вперед медик назад пулеч вперед вот сейчас уже нормально о прям по курс понял британия сэр лорд садила она овсяночка биг бен что там red bass tower бейкер стрит дима михайлов пошел работаем полем болин сказал с полем использовали два мутона ёпперес это не не два мутона ядрить так очень густые дымы и улыбаемся только густые дымы дмитрий михайлова прячем ой-ой-ой там на с крыши могут еще пойти трендец 40 конечно 61 обязательно прячься дима перезарядка прицеливайся прицеливайся с богом это раз трата татата 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 66 здрасте кучнее мутон ну какие они резвые фланг мутон ага блин здоровый мутон 19 хп у него так мне не нравятся эти два мутона потому что скорее всего из-за угла не а можно шридаем хотят димку те все равно надо уводить снайп видит только это он трое снайп тоже только и он да неприятным там еще два мутона непонятно где то здесь шрида гренка скорее всего ну или кислота как-то так я лучше наверное шриду бахнуть на этих двух мутонов и нас не обязательно как раз на мутонов нужно давай родной о этом кислота кислота кого-то еще ранили туда надо гренка еще закинуть по-хорошему видимо через приказ уже черт возьми получается на эти кислоту надо бахать потому что там кислота и так подействован то есть на этих кислота прекрасно те гранаты как нет объект ты дурак как нет объектов ну вот инженер же стоит игра я вот вот с приказом вообще механику иногда не понимаю они иногда видят нам на 12 лет вперед иногда в упор не видит но это как вот от него в пяти клетках стоит оперативник в прямой блин видимости как он его не видит он не видит вот этого вот вот этого имжа есть вообще версии какие-нибудь как так короче тут будет vision я должен дмитрий михайлов назад выводить но там стрелять по возможности конечно но мне не нравится эта ситуация глюк бойцов сидячих не на это всего конечно очень интересно что я отсюда хотя бы рокета увижу ага рокета вижу я рокет хочу кинуть вот сюда вот по крайней мере что я знаешь там минимум два человека поехали 472 мутона и они под кислотой кстати ну и соответственно у нас тут улич может пострелять молодец может кто-то еще поставить снайпер может быть молодцы там еще два фильма на правда но мы пока под густым прицеливайся на крыше окей нет пробегает кислота окей да ладно вот это плохо еще четыре секера ладно это шердом допустим это последняя шерда дам у меня же шерда тем меньше я же еще да это стопроцентная шерда потому что хрена сдуваешься по ним паду по другому хорошо в три цели 30 до гринку надо кидать снимать кавер вопрос кого только ты же нас под кислотой еще наркоман ты под кислотой соответственно какие цели 50 82 у второго снайпа 70 100 ладно ну снайпы особо без выбора разве что там гренка докинется слотой вряд ли 70 64 вот этот сикер интересный конечно что он флангует меня сучок медикам скорее все сопрессе надо не забываем еще про бутону под кислотой но медика здесь лучше это под сопрессе вот этого товарища каким-то макаром он здесь выходит метка просто вот так ставится уверенно я наверно просто на шару ген куки ахахаха пожалуй обновлю дым потому что он закончится сейчас я понимаю что сикер там остался один ну хрен с ним во первых очень хотим сможет убить ну может же да говорю же уже начало хорошим молодец остался мутон и фигман мутон под кислотой этот под сапрессом отвечает сапрессом на сапресс красиво я только не помню что там у утона по хп понимаете снайпер каким-то чудесным образом не видит этого фигмана мутон где-то там стоит и может быть она уверен не подавляю подавляю можно сейчас попытаться тип снять кислоту и закинуть гренку это кстати опция неплохая единственное что надо подойти блин они стоят кривым ладно а его заблочь он же не выйдет да не выйдет по диагонали выйдет и надо будет дым вторым медиком закинуть там не густой конечно как у этого проблемы уже с камером весь повер здесь лучше over потому что мы и так убьем здесь здесь даже лучше over на самом деле и здесь лучше over и я дым не закинул ой молодец побежал 73 всего лишь где мутонт его же должно было уже наркомана этого отпустить правильно вполне вероятно ведь да вот он поднимается ах ты тварь у него хп еще миллион просто у нас низкие вероятности он живет ядрить нет а а а а а а а а а Галил 46 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, что нашим бойцам удалось добыть только состава и не с точности пульчи дает вообще отстой 100 бакс мы видим все 100 баксов 100 сплавов короче ждем сплавы полетейки на бронебойное оружие Исумен поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает, ну за удачу Ну это дико конечно он макшотнуть просто там 10 хитов особенно с критом вообще легко сносится вообще легко там у него база наверно 8 Итак ситуация, ситуация плохая, у нас заканчиваются оперативники Блин хорошо не добавился еще один, в течение недели никого нового не будет, ну кроме потяжных А впереди еще два террора и миссия совета в этом месяце, ну кроме регулярных Блин, какая же жесть, лучше на оружие Гаусса делается, здесь мы не запускаем в Австралию ждем улыбаемся ничего не делаем, в этом месте мы запускаем ориентировочно 3 спутника, у меня должно быть 4 спутника в заказе, да 4 спутника в заказе, 1 страховочный тип Да, может медиков повысить, потому что у меня там были новые медики, которые могли добрать уровень Нет, не добрал Не добрали Ну там только один у нас неопытный ходил на миссию Опыты у него много, на 5 миссий он еще не ходил Так, ремонт бронекостюма, супер рейнджер Блин, мы можем лететь на... Ага, лететь без бойцов Главное, чтобы сейчас миссии были распределены более-менее друг за дружкой, понимаете? Чтобы у меня планомерно люди выходили из фатига, планомерно летели на миссии, планомерно возвращались с них Чтобы не было такого, что нам придется на 5 миссий подряд лететь, потому что у меня банально не хватит состава Придется... Супер рейнджер Еееей Ну что, можно на базу лететь, как только спутник доделается, то есть всего через 9 дней Ключ у нас есть, супер рейнджер есть Разведчик инвизный с спринтом есть Снайперов много, винтовок много Единственное, что я оптику не сделал, может еще не поздно сделать пару плюсов Но их не хочется делать, знаете почему? Потому что скоро гаусска То есть, да, стоит копейки С одной стороны Спутник, да, еще запуск плюс 5 То есть, мы успеем сделать еще пару оптик Давай одну, ладно, хватит Ой, лаборатории генетики этого еще не хватало Потому что же в лаборатории генетики так же люди будут О, пси! Успех! Первый, а или первый скриптовый успешный Псих Ох, у нас есть первый псих, я не доживал до этого Инженер Воля 54 Я о психах вообще ничего не знаю Вообще ничего не знаю Кстати, если отродье или слон Могут как-то ликбез ввести Там, две-три минуточки рассказать о психах Я буду только благодарен То есть, во-первых, я не знаю, что я качаю То есть, я качаю то, что мне говорят Я помню о билке Помню, что они делают Но не знаю, что они делают в вонгворе И не знаю, какие там особенности Потому что, опять же, я только дошел до психов Только дошел до психов 11 сентября Легко, говорит Ееееееее Уважение Сейчас будет у нас слон в эфире Слон, мастодонт Так, слон Естественно, сразу же это самые синевики Рассказывают, знаете Сейчас вот Типичный, типичный комментарий Психи имба Каждую обилку надо смотреть, как работает Прекрасно Прекрасно Красавчик Кейс Ты, правда, не синевик Но прям Прям как надо Все сделал Я бы назначил постепенно тоже новых психов Из числа тех, которые, ну, не очень Ну, или из тех, которые есть дубли Типа Ждем пока слона Сейчас дискорд настроим Так, ну пока давайте Пока давайте посмотрим Тут 18-35 дней Но две лазерные пушки есть в Европе Здесь две лазерные пушки 18 часов Тоже будет готов Тут одна лазерная пушка Но регион, типа, неприоритетный Кэт Дрэгон, добрый вечер О, привет Да, слышу Строг поддержал Сейчас, секундочку Прилетелось рублей Если тебе не слышно будет Блин Строг не вовремя Я понимаю Но добровольец Строг готов Лететь на штурмбазы Все Привет, словно Извини Ну, не вопрос Ну, открывай Страничка Я как будто тебя разбудил Лучше Что это такое? Наш маленький долг Подготовить бойцов К тому, что Ужрежем Сбился нахер Ну, хорошо Открыл В общем Пси-тренинг Точнее Просто бойца Сейчас открою Какого-нибудь Так, ну Первое, что Знам Должен знать Что Все психи Да Каждый Все Дюх Улищевые Это Первое Ты Смотри Реген Биофилд Имба Вещь Снимает Эффект Кислоты Ничего к вставать Не надо Пассивная Билка Подходишь Просто Отходишь Раненого Бойца А зачем Тогда Тупол Я инженеру И сделал Не тратись Имба Ну, ее Достаточно Иметь Один Ну, максимум Два В отряде Так У тебя Поскольку Ты можешь Качать Весь Отряд Кроме Офицера В чем Косяк Почему Я не люблю Медиков Офицеров Лично Я не люблю Медиков Офицеров Потому что Медик Это класс Лучше Бак Пациоли Идеальный Класс Для Атакующего Пси Понял Но Теперь Нерал Фидбэк В принципе Фигня Полная Нерал Фидбэк Это Обратный Неросвязь Так Да Смысл В чем Что Когда На тебя Костанут Панику Да Так Летит Ответка Небольшая В обратную сторону На самом деле Самая лучшая Защита От псиатак Майнконтроля И всего Остального Это Генетическая Модификация Нерал Дампинг Она Просто Даже если У тебя Скаставали Майнконтроль Ты просто Будешь Застанем На два Хода На Конец Работает Понят Манфрей В чем Основной Бонус Майнфрей Сначала Например Один псих Пробивает Майнфрей Который У тебя Самой большой Волей Он Загаллюцинировал Вражеского Бойца Так Ему Волю Тогда Следующий Боятся Более Меньшей Волей Майнфрей И добить Его волю Вообще До состояния Полной Паники Придется Под контроль Например Кефир То есть Садишь Долбаешь Майнфрейм Пока Его Не понизишь До состояния Не стояние Я понял Спокойно Получились Ими Пихнем Психно Берешь Чего Пдмк Чтобы Прокачать Слушай Какое Количество Психов В принципе Качать То есть Допустим У нас Там Будет Товарищ Который Стабильно Делает Поле Ну то есть Мы берем Класс Какой Нибудь Не знаю Там Рокет Который Стабильно Будет Давать Реген Мы берем Сколько Вообще Психов Должно Быть В отряде В среднем То есть Мне же Очевидно Не нужно Всех Все Качать Чтобы Они Там Не Куковали В Фатиге Дольше Правильно Ведь Нет Не имеет Смысла Почему Потому что Там С покрытием Есть Какой Бонус Который Немножко Умешает Фатиг Отминь Во вторых У тебя Достаточно Длинный Барак У меня Длинный Стараться Никого Не терять Просто Так И Качай Качай Всех Все Потому что Все Окупается Реально Окупается Особенно В лейте Ты Скуде Посему Блэй Залезешь С головой По причине Того Что Сейчас У тебя Начнут У тебя Уже Плетели Самые Дредно Ты Забивать Спутники Скоро Пойдет Вторая Плазма И Будет Очень Тяжело Класс Соответственно Октябрь Ноябрь Месяц На октябрь Тебе Еще Одно Скорее Сего Пощадят А вот Ноябре Уже Пойдет Полная Жесть Хорошо С Доплазмой И Всем И Старшин Филд Обилка Соответственно Психи Лучше Делить На Два Класса Атакующий И Поддерживающий Атакующий С максимальной Волей Им Качается Атакующий Обил Понял Пайл И Можно Атакующим Скачать Например Дисторшин Филд У Ищем Они Пассивную Потому Что Пассивный Должен Будет Кастовать Пси Инспирейшн Волю Атакера Кастует Пси Инспирейшн Потом Войдет Надувка Тогда Ты сможешь Скомбинировать Максимальный Пробав На Волю Для Атакера Для Пси Атакера Потому Что Майн Контроль Например Он Достаточно Маловероятный Ну Понятно Ну На Разные Особи Кажется Там Действует Можно Там Вроде Мутончика У них Там Низкая Резист Или Мехтоиды Какие Нибудь Мехтоиды Кстати Очень Хочешь Хорошо Майн Контролятся Потому Что У них Не Очень Высокая Воля И Флоутеры Это Идеальный Кандидат Пси Паника Штука Опасная Полезна Но Она Опасная Потому Что Олень Под Пси Паникой Может Начать Палить Я Но В принципе Хороших Майн Мердж Имба Это Просто Имба А Это Где Это На Каком Уровне Это Предпоследние Третий Третий Талант Третий Талант Третий Талант Водор Чего Чуть Выше Выше Окей Там Где Был Пси Паник Справа Майн Мердж Средний Разумов А Который Баф Соответственно У меня Русская Версия Тот Который Ну Короче Септоидов Ская Билка С Бонусом По Критам Этому ХП И Прочее Да Стандарт Самое Важное Еще Бонус По Вылу То есть Например Слияние Разумов Нагостающего Психа Очень Очень Сильно Будет Работать Вот Тоже Можно Брать Например Пассивному Можно Брать Такие Чем Ковр Должен Разрушаем Так Деревья Блин За такое Количество Информации Я уже Потерялся С Слон Говорю Как Есть Потому что Я не Запомню Не хочу Даже Ценную Ценную Инфу От тебя Принимать Потому что Не усвоил Короче Что Усвоил Значит Делим На два Класса Те Что Со Слабой Волей Идут В Дев Регены Всякие Там Баф Те Которые С Хорошей Волей В Атакующие Не Жалеем По возможности Все Уходят У нас В Пси Лабу Да В каком Порядке Приблизительно По воле Смотреть Или По Классам Смотреть Кого Отправлять Следующий Раз Смотри По Классам Чтобы Тебе На Миссии Желательно Был Минимум Три Психа А в Силаба Мож Запихивать Всех Подряд Еще Раз Ты Мож Вытащить В любой Момент Силаб Из Генетики Не Забы Боец Понадобился На Боль Законишь Братиш Я Понял Да Выходит И Воюющие Атакеру Качай Монфрей Эти Подписался На Премиум Прокачать Даже Даже Атакеру Прокачаем Соответственно Кинетик Фил Либо Психи Кинетик Страйк Там Смотри По Ситуации Вот Это Равносильник Ну Тереконик Спил Это Идеально Тоже Ебовещ То есть Ну Дополнительно Ну Хорошо Я тогда Подряд Запихиваю Людей С высокой Волей Сейчас Пехотинца Отправлю Туда Наверное Хотя У него У пехотинца Очень высокая Воля У джанга У него По умолчанию Кажется Она была Высокая Да Ну 38 Очень Высокая Бывает И 42 И Смотри Еще После Штурма Первой базы У тебя Пойдет Сиктует Команд Рафтарел У тебя Проблемы С майн Контролем Соответственно Тебе нужно Понимать Как с этим Бороться Желательно Максимально Быстро Сделать Генетику О Он Генетик Нажимал Модификация Нерл Дампер Ага А кого Нужно Искрыть Для того Чтобы Его Посмотрим Но Это Недалеко Чаган У меня Генка Сейчас Только Что Вот Прям Достраивается Под Блин У меня Глаза Разбегаются Такое Большое Количество Классов И Я Не знаю Кого Сувать Я Не знаю Куда Кого Сувать На Пси Вскрыть Что Еще Раз Просто Вскрыть Вскрыть Берсерка Вскрыть Берсерка Хорошо Он Уже Вроде Вскрыт Все Нормально Делаешь Вот Это Все Передние Линии Возможности Потому Что Иначе И плюс Если Взяли Бродмайн Контроль Остановить Своего Бойца Первый Кинуть На него Флешку Второй Хороший Вариант Дизаблинг Шот Нет У меня Так Не прокачено Снайпы Ну и А по Близаблин Шот Есть Еще Я скажу Вот Такая Тонкость Есть Такая Пушка Арграй Помню Использовать Если Тебе Чувствуешь Достаточно Урон Я Очень Редко Ее Пользую Но По крайней Мере Это Часто Спасает Именно Майн Контроллер Слушай Атакующая Атакующая Через Тупо Умни Да Естественно То есть А тут Обратные Меры Связь Брак Прикольно Прикольно Но Если Сектор Командер Тебя Скорее всего Прошибет Ну и то Что у него Обилки Упадут На Кулдаун Не Спасает Лучше В данном Случа Соответственно Но поскольку Ты можешь И то И другое Ты можешь Суместить То есть У тебя Псих Может Невременно С генетикой Быть Ты можешь Суместить Кому Тебя Передняя Нерал Дампинг От генетики И вот Эту хрень От пси Ради Технического Прогресса Редко Смещается Если Дет Выбор Между Генетикой И пси То я Убрал Соответственно Гарантированно Ты Ты Выбрал Что Еще раз Тут Этот Доктор Заговорил Шень Блин И доктор Валин Ребят У меня Достроилась Просто Генетика Я Зашел Туда И они Сразу Рассказывают Мне Вместо Тебя Как Пользоваться Новые Способности Говорят В генетике Там Вот Сейчас Она Все Еще Говорит Можешь Кстати На стриме Посмотреть У меня Довольно Большое Количество Вскрытых Товарищей Пехотинец Скорее Все Второе Сердце Чтобы Избавиться От Ошейника И взять На фрагер Терристе Будет Доступен По-моему Довольно Таки Рано А Точно Пехотинец В первую Очередь Соответственно Нейрол Дампинг Ну да Нейросмягчение Да Нейросмягчение Потом Соответственно Гиперактивные Зачем Которые Дают Плюс 10 Минус Выстрелов Плюс Там Еще Есть ФК Мод Для Пехотинцев Там Кажется Баф Есть При Получении Урона Адреналин Шот Или Как Он Называется Вроде Хорошая Штука Или Регенчик Адреналин Нейросемпати Да Соответственно Вот это Тоже Очень Хорошо Для Там Кажется Тоже Кого Тебя Надо Скрыть Поэтому Вот А разведчик Биэлектрическая Кожа Но Здесь Все Как В Оригинале Кажется Вообще Обилки Не Поменяли Да По Генетике Вообще Ничего Не Подняли По Обилке Вот И Соответственно Плюс Еще Это Сделать Псих Ну Пока Нем Еще Молодые Но Если Сразу Захочешь Получать Эффект От Майн Фрея А не Поставать В 23 Процент Соответственно Делай Бафающие Приборы Боевые Системы Это Отдельно В Литейке Боевые Системы Да Это Боевые Системы Окей Сейчас Мы Закажем Спасибо Большое Слон Я Прости Что Я Все Не Свою Какое Там Вещи Бесшансы Главное Смотри После Штурма Базы Всегда Учитывай Майн Контроль Здесь Штурма База Всегда Будет Первая Проблема А Это С Контролем Все Кто От Командеров Я Понял Они Довольно Таки Толстые С Хорошим Дефом Не Мог Изя Откатить Эвера Понял Всегда Это Учитывай Хорошо Спасибо Спасибо Позже Как Я Говорил Делать Всем Нерл Да Начало Именно С него Спасибо Большое Короче Ладно Друзья Давайте Начнем Действительно С первой Линии Обороны Потому что Пехотинцы Это Первые Кто У нас Встречают И Соответственно Если Они Запаникуют То Будет Все Плохо Я Буду Делать Неросмягчение Соответственно Увеличивается Воля Иммунитет К Панике Если Контроль То Вот И Делаем Гиперактивные Зрачки И То И То Увеличит Во-первых Нам Стоит Так Регенерирует Во время Восстановления После Снижается Сейчас Подождите Еще Так Я Слона Ушел Что Пугай Прыжки Пока Нет Регенерирует Ранение Может быть Про Почки Но Почки Не Открыть Еще Пока Это У нас Снайпом Идет Как Вы Выбрали Батали Батон Поэтому Майн Фрейм Слишком Дорого Надо Постепенно Это Делать 13 Дней Ёпы РСТ Охренеть Доброволец Будет подготовлен Чирургическому Вмешательству Максимум Еще одного Максимум Я уведомлю вас Лично И ведь Надо Потому что Через 13 Дней Мы уже Базу Штурманем Типа По одному Безопаснее Да Наверное По одному Чтобы 10 Дней О А Надпочечная Особой Ферромону Метка Шанс Нагреть Энês Поблизости Ну это Да Это Баф Соответственно Надпочечная Вещества М konnten так 19 дней и 1 наверное 7 от нет ну и с другой стороны конечно не хочется тратить время может быть взять кого-нибудь туда отправить на набав из другого из другого класса потому что отправлять трех пехотинцев на генку учитывая то что они мне так нужны все не по три просто на экзальт уходит что можно можно взять типа снайпа ему может пригодиться во первых 5 меткость 5 крита и может мышечная плотность помочь разведчику не вообще разведчику кожи конечно разведчик кожи это тоже имбовая штука вот это вот биоэлектрическая кожа ты да видишь видишь защищает от удушения еще так а что еще нет умные макрофаги восстановление нет гиперактивный нет пространства дополнительно нет можно кстати ножки сделать на ими леммингов четыре штучки нет 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 они у меня есть мне сейчас слон сказал что мне нормальность этот не сейчас сейчас надо вкладываться в текущих бойцов запрыгивать без сколько там 13 это единственный разведчик мой алё я вытащить отсюда не могу их я не сюда направлять соло разведчика один у меня два раненых нет не ну можно засунуть пехотинцы которые далеко не не молодец прочитай писание нервы смягчение до конца не размещение лечит силы воли на 20 обеспечивают иммунитет если враг берет контролируется находит самоконтрольмец мы не могут осваивать и применять психические способности да хорошо ладно давайте этого на баз пока на 10 дней на нас плав ушел все тестирование заканчивается сейчас так у нас же по строительству еще по строительству денег нет и вроде потребности нет то есть энергия есть тут конечно хотелось бы еще мастерскую бахнуть изолятор все дела можно его снести перестроить но там содержится один литун я бы не хотела хотел бы его сначала допросить все тестирование неудача сразу закидываем в новую псилобу да неважно кого исходя из логики что вытащить можем давай рокетом на регенерирующие биополем все игрушки заказали да все игрушки заказали еще одно пси тестирование лазерная пушку этих и точность уже делается десяточка 85 перевооружение 35 ами 47 поддержал ваш канал на 100 рублей 7 неудача да кажется 1 псих в стандартным стандартно получает уроки страховочные сдавать я сначала по классам пробегусь и меньше всего вопроса вызывает терроров не было миссии совета не было у меня по-прежнему в казарме блин пол дюжины бойцов раненых причем хорошие хорошие бойцы и раненые 7 блин человек запросов государством на нас плавы на ученых нет ученые на дохлика нет инженерно сплавы нет улучшенный баллистик сейчас делается австралию бомбят но хрен с ней видимо они туда как раз ресурс вкидывают улучшенный баллистик улучшенный методы сбора улучшенная вионика ой так давайте баллистику посмотрим там кажется тот же самый принцип что и в то есть ты просто берешь где-нибудь как они называются то пробивающие боеприпасы нет кажется не пробивающий там прям прям к баллистике стандартные стандартный этот стандартный баф без боевой да вот с оболочка из плавов увеличивает урон баллистического оружия оружия гаусс то есть в принципе вот это можно давать снайпом на винтовочки когда они будут и пехотинцам тоже для плюс урона сошки слабо по сплава в топовую вещь чем она топовая они дают шестерку 66 сейчас то зачем мне снайпер абсолютники прицел 88 дает лучше давать урон дополнительный сейчас чем чем еще 66 зачем 6 крита она не равно единички урона боевые psy они заказаны google мэн блин ребята ну хватит блин мы же заказали все системы нет не заказали не заказали боевые системы вы правы надо вытащить кого-то а уже не вытащим никого все не режет мобильность снайперу не режет мобильность а зачем им мобильность короче делаю одни боеприпасы с оболочкой улучшенные методы сбора на фрагмент совету низко средний рейдер блин маршрутка может быть но мне нужно и лететь туда естественно друзья сегодня у нас коротенькая трансляция будет надеюсь не потому что сейчас за файлим миссию а все сватега уж пришли так что нормально а потому что мне уезжать сегодня в 9 часов вечера поэтому 8 часов я закруглюсь то есть через час так что скорее всего это это последние крайняя миссия на сегодня густая растительность во-первых сразу же говорит нам о том что может быть не стоит брать снайпов в большом количестве но стоит одного топового генной модификации такие эффекты пыш 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 да 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 я учитывая то что сейчас как раз есть у меня выбор на топовых я возьму топовых то есть сейчас понятное дело что может прилететь сейчас какая-то более сложная миссия но я бы докачал пехотинца на самом деле потому что выборочное прицеливание апнет его колоссально то есть его урон поднимется очень серьезно прям очень серьезно да там крит не максимально не критовик он овервотч но все равно он где делать до 3 выстрелов заход и выборочное прицеливание ему даст против 60 противников процентов текущих даст ему плюс 2 урона а это много 2 урона это много эти патроны дают плюс 1 рон на ракеты это вот хорошо но берем медика не топового к сожалению берем рокета который есть топовый улич тоже дорно но тут все равно сложно будет то есть 20 плюс бойцов даже если не маршрутка поэтому я бы не стал тут сильно экономить если честным уже стремно итак поехали гаусс 84 прицелом не точный конечно но генной модификации частично ему а про точность по крайней мере второго выстрела меди густые дымы как же я опасаюсь маршруток блин улич дебафер дабл тэп level up получит кстати у него стабильность там скорее всего будет вот я не знаю либо стабильность либо сапресс стабильность соответственно сделать значительно выгоднее темы с с двойным выстрелом потому что повысить десятку точность повысить десятку крита даст десятку крита но с другой стороны опасные зоны это ауя сапресс мне тут нужно тоже совет экспертов как лучшим лазерный карабин здесь наверно химка и остается у нас два слота я бы все-таки взял второго я бы взял на самом деле развитию поддерживаю привет канал на 100 рублей привет привет помни про псиоников и датчик движ датчик движения беру имплант респиратор беру то есть разведчик мне не даст дпс она даст по крайней мере какой-никакой контроль блин карты хотя контроль карты на маршрутке это гораздо менее важная вещь от респа многое зависит возможно придется здесь сейчас сражаться как прошлый раз я бы все равно взял был снайпа конечно взял бы топового если бы и давай вот эту возьмем тоже классный 91 его как раз прокачать можно если него уже есть выборочные прицели они нужен молодец он уже абсолютник получается и если он же дороге зоны и махим пульс что сможет сапрессом сразу накладывать шеду по области да это хорошая тема для дебафа да наверное забей зона лучше точность добьешь метками высоты генетика понял спасибо короче последними сомнения относительно разведчика с одной стороны хорошо потому что датчик движения сразу сразу понятно куда бежать густой дым граната рокеты да пожалуй так оставим с богом друзья а мне разведчик все равно нужно только на крайне небольшое количество миссий вообще я бы вы даже на террор уже не взял не брал бы оставлял под я помню это карт не самый худший рез потому что я смог быть вот здесь вот рядом короче надо сдвигаться чуть чуть правее выяснять избавляться от пак справа тарелка находится здесь крайне бесячая карта ненавижу ее датчик движение поехали нам нужно проверить здесь ничего людей не торопись да вижу пак из шесть из пяти человек они довольно близко я бы перегруппировался постепенно в два хода из расчета на то что они могут прямо сейчас на меня выйти ой средняя нло севшая это это конечно не так жестко потенциально как севшая большая с маршруткой но тут уже 3035 легко может вы выбежать поэтому давайте-ка проявим бдительность сильно от респа не отходим нет по крайней мере пока не услышим что там например нет крыс или нет миллиона кибердисков с михтоидами и прочего с богом ресурсам не очень нужны мне сплавов нет мне такие миссии очень нужны конечно было бы лучше если бы села большой какой-нибудь хорвестер на 20 человек сектоиды пока сектоиды пока нормально и это это неправильные сектоиды милишный мутон сколько блин я по контуру не вижу этот зеленый этот зеленый это тоже с пушкой а этот это кажется 2 милишный а а ядрить слушайте я хочу наверно снайпами запрыгнуть отсюда потому что это даст мне сразу десяточку плюс здесь даже укрытие есть и 2 снайпа у тебя пастельги нет второго снайпа валина жесть начинается ну то есть там сразу пять человек два из их милишный мутон три из них обычный зеленый обычные зеленые мне традиционно может dps просто не хватить на это сидел факт статично не похоже кстати маршруточку ну учитывая то что они меня не видят я бы наверное жахнул сразу же сразу бы жахнул они там один милишный не милишный сразу знает куда бежать судя по всему добегает ли он добегает тратили на него с шидоу сразу же я думаю надо тратить увы можно конечно попытаться его типа кулич подвести поближе например попробовать прострелить пехом короче пех 72 попытается попасть потом стоит на овер естественным не паникуй так кайф что пулеч пульте переверит 72 оставим метку шидом давай хорошо отличный пех за не менее лучше вам вообще лучше снайпом здесь с критом бахнул пока у меня точность нормальная а это выборочное прицеливание мы скрыли мутона берсерка 29 крит под шлядой и вот так надо довести пехотинцев еще до выборочного ё-моё короче мы естественно закидываем тут дым потому что у нас пехотинец молодец и до него добегают если что 29 у меня такого урона не было еще в этом трое но тут пропускаем ход знаем маршрутками маршрутки но ход достаточно быстро проходит у них блин фул кавер я два овера потратил просто сопресс ну да нет ход очень быстро проходит мне кажется что это два пака по 5 по 6 снайпером надо право пытаться ушатывать но видят только леон черт его знает почему допустим сапресс есть слушайте он думаю нужно не нужно тратить рокет нужно этот ход подождать повыцеливаться здесь типа овер здесь сапресс потому что дым работает они все равно вернка не докинет меня беспокоит только грянка того мутона он же может подойти правильно но я сделаю просто овер а здесь лучше разведчикам отступлю не хочу ну не хочу в общем ну просто снайпы 50 процентов по фул кавру это не дело вообще здесь выцелись лучше с левой контролицы дым пока работает да там полу кавер но дым должен еще густой работать один процент паса прессу мимо хорошо ну и там справа 2 удар у меня если что по киеве все ну потому что потому что 75 правда без крита но пара подранить уже будет хорошо 70 там овер же есть именно и огневая у нас скорее всего издавить не у него нет мы попробуем ранить хорошо и овер там еще один мутон а о приходит блин может быть и может быть и маршрутка вышел пак почему он выходит ко мне во фланг это плохо надо сейчас камеру вертеть михтует еще ядрить а может все таки маршрутка но смотрите мы немного можем отступить немного можем отступить так чтобы блин так мне нужно разведка датчик движения снова что мне нужно увидеть во первых что там по мутонам овер и не овер где стоят они далеко убежали хорошо то есть я наверное выйду вот сюда пацанами то есть разверну камеру так возможно здесь полу кавер и займем на смысл в том что сейчас на меня будет выходить так себе пак на самом деле 30 кто и до 2 дроном чем один из них раненый но да это так этого снайпа бы вообще на рыбке куда нибудь передислоцировал потому что он но у него не хп не не брони ничего при этом мне нужно как-то от мутонов прикрыться то есть рано или поздно они же вернутся и скорее всего мне нужно поставить с того же самого пехотинца вот сюда просто чтобы он держал на кругу пофиг что он будет развернут к этим бокам главное что я смогу если что их там увидеть правильно хрен его знает куда разведчика девать но на это место должно составлять думаю что надо пройти пока что сюда но любом случае уйдет если что а снайпа прям надо уводить уводить сюда ли ой не знаю просто если я его сюда завожу мне начинает уже мешать вот эта хрень настрелять есть неплохое место частично будешь вот это идеальное но если справа придет мутон и я его не подбрею не 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 нельзя так рисковать что уходит сюда пулич остается на месте под фулл кавером потому что он чаще всего приоритетная цель пехотинец у нас уходит сюда прикрываться от мутонов здесь уходим ориентировочно так аналогично медика густоиды мы так и инжа сюда да пока ханкер опасными здесь овер есть прицеливание есть лучше прицелиться здесь перезаряжаемся возможно сейчас сделать дым потому что вот эти вот пацаны подставляются я бы прикрылся вот таким вот образом просто не знаю дать дойдут до пехотинцы или нет сейчас один из самых опасных ходов ну надеюсь если там 3 пак не не выйдет 4 5 учитывая то что это может быть маршрутка потому что сейчас нет у нас снайпов они не стреляют пехотинец начинает работать попадает хорошо подроиды но это 22 выстрела и 2 87 потому что палач но он промахнулся 86 следующий дроид снайпы должны отстреливать конечно мутон возвращает вот это опасно фланг и этот на фулл действия хорошо скорее всего надо поработать по мутонам вопрос только кому наверно у снайпов только будет vision по ним не его пехотинца есть хороший vision по ним снайпов правда тоже неплохой у этого снайпом я думаю надо скритом его бахать потому что вот он как раз плотный и опасный минус мутон остался соответственно там один мутон снайпс должен бахать дроида потому что у него выборочно есть здорового дроида или все-таки 96 этого потому что по тоже точность безумная да давайте лучше раскидаем метки пулеметчиком 1 потом 2 77 мажем здесь понятно здесь сектоида пытаемся ушатать выборочно 10 урона 10 урона 96 процентов даже выгоднее перезарядиться и встать на овер часовом дым пока работает я надеюсь смогу избавиться от не факт надо метку ставить разведчиком питаться а мне еще флангует что мы все можем то и дрить я хочу подсопростью потому что я не могу и по-другому никак остановить надо было конечно сначала попробовать 7 сделать а потом сапресит но и вообще чуть ничего не попадаю слияние разумов пошло хорошее слияние сразу плюс 5 хитов все паника так здесь пехотинец давай крита не попали молодец мне кажется ли у пеха мутон во фланге нет у них тут здесь и этот может быть маршрутка ядреет вот это плохо уже по поведению очень похоже на маршрутку улич не видит михтой да и непонятно почему скорее всего из-за моего моем ядрить уже проблемы друзья уже колоссальные проблемы есть сопресса медика скорее всего надо рвать over всем сектуида блин надо рвать over проверять вообще откуда видит но отсюда видно то есть отсюда медик его увидит то есть мне нужно медикам сюда после того как мы разберемся с а я хамелеон не взял и плохо может рокет а что сделает а может рокет снесет типа деревом да не мне кажется что пулич не видит из-за вот этого возвышения двойного то есть ему тут не дерево мешает ему тут мешает вот эта низинка рокет тут ему не поможет никак так а сейчас друзья мега аккуратным мега аккуратным у нас несколько задач во первых появилась первых да нет мутон нет есть много сектоидов еще два дроида причем я вижу только 1 меха огромное количество хп без сопресса мне делать нечего то есть я должен я должен бежать вот так разведчиком перегирить молнии нос 7 процентов не напомните мне никогда без хамелеона не ходить никогда блин не ходить дальше мы выставляем сюда медикам блин он по мне попасть может просто может есть опциям надо его покоться нам я боюсь мы не снимем столько хп у него так сопресс на меха у нас есть не очень если бахнуть шреду тут пехотинец два раза стреляет сюда надо поставить пулеметчика будет то есть разведоса надо уводить а пулеч подводить чтобы сменить потом нас опрессим на разведчик сделал свое дело уходит 95 черт ты только так перезарядками мне мне не нравится динамиками я думаю что надо кидать шреду все таки потому что больше урона дарил должен пехотинец за заносить лишь сюда будет следующих отработать и улича вынужденным наверное вот сюда даже поставлю хотя не факт что он будет видеть она там подымом лучше надежно его поставить здесь стреляем по этому раз малом не хватит нам уроном хватает урона 5 урона трындец здесь пытаемся убить этого здесь сопресс но все очень плохо потому что он будет по мне работать но он не должен побежать но он просто может выстрелить блин это может быть минус медик вполне плохо блин никто это не стреляя вставай на овер просто все слияние пошло трендец да не было full cover у меня 28 подорну овер 15 нет через 30 минут я закончу не смотри мне так что еще раз успею поесть как как я не успею поесть красавицы мы ну все в порядке очень сложной ситуации ну смотрите сейчас мы густым дымом более-менее нейтрализуем если конечно нас не бахнут с ступоумием каким-нибудь я бы начал сбавляться уроки там и даже от сектоидов то есть снял бы вот здесь вот товарищей каверы по ним гарантированно пострелял это раз две клетки отклонения торопишься я снова в строю надо этих убирать потому что если они вешают тупо уме они легко могут повесить тупо уме на пуле чем удар на конечно воля хорошая но доран сопрест здесь точно у нас дым густой блин главное чтобы это не маршрутка было главное что сейчас еще не выбежали пока перезарядка тут частично снимаем щит не надо снимать больше перезарядками перезарядка блин время молиться самое опасное что сейчас может быть это тупо уме на вандор нам до свидания сапресс и рашни кто им драйд чинит это уходит назад на понятно очень доран один процент уже густой дым работать начинают все хорошо что он первым мнение ну как вот скорее всего дым не работает блин скорее всего дым не работает просто не я буду буду маш не бак то есть эта особенность механики бла-бла-бла но скорее всего не это самый подсветился дымом но не достал сейчас я перекину дым нормально попробую сделать и все ну 39 какой я густым должен накрывать минус 40 и там должен быть тот же самый один процент полиция трое давайте у и у и у и у поехали тогда мне доставал же доставал он закрывал в оперативнике полиция смирилась на друзья сегодня коротенькая трансляция не хочется ее зафайлить и за вот таких вот тем там конечно не ну там там ранение там ранение так у нас тут еще новое новое клевое последовало я могу сроки на попасть погоди погоди может быть может быть все таки попадем давай попробуем давай родной на этот раз чуть дальше я отправляю easy ой 4 4 ой 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 блин 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 а я закрывал я помню что накрывал вот таким вот макаром что он светился у ой 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 кто кто это сделал а кто кто это сделал давай щас найпом вот так вот отлично но это обычно ребят ночь ну на этот раз попал рокет это же рандом что вы что вы начинаете какой обуз смех это убьем просто в этот ход изи просто угол жена пехотинца на нем дым не доставал но там угол но с густым дымом не должен пробивать мех той блин вообще отлично отыграл я считаю отличный ход аплодисменты ну да мне немножко стыдно но чуть-чуть только чуть-чуть у него что за машина ребят ну не доставал дым сто процентов не доставал не может быть у мех той да под сапрессом по человеку который full кавере точность 40 процентов не может быть спросите у любого любого специалиста нормального точно невозможно отвечаю ладно друзья я закинул дым чтобы вот не было машины все я потратил дым как и прошлый трой все равно я чем никто это бы убил следующий ну какие там проблемы чем что вы начинаете ребят ну смотрите на это следующим образом трансляции не будет сегодня вечером и завтра ее вечером скорее всего не будет ну что я все еще поездки буду но нормально же все мимо пси паника все очи изи убегает так немножко все но это все еще может быть маршрутка все еще может быть маршрутка поехали я попытаюсь подсветить приступаю неплохо там все кто-то сидит интересует снайп сверху он ни черта не верит на густая растительность и мое надеюсь на меня вроде не флангуют искры поскорее убегу тут в панике у тебя нет галки на углы есть но даже с галки на углы его не олег сми должно наш канал нас не должно попадать срочно звоните нефа что вы об озером компу как в ужин не давать что-то что ой а вот это плохо да потому что меня тут разведчика спалили ну хорошо здесь пехотинец скорее субъект но хуфыря подавление это должен пол хода потратить имя дрейдис поддержал 1234 рубля за своевременная пека о клипчик справедливость я на этой карте ваш канал на 300 рублей сообща какая справедливость савчик не слушай и вообще что за лакер алё какой баг у меня были прям в этой миссии 97 процентов промах это справедливость друзья это справедливость с понимаете с игрите какой красавчик а просто просто диву даюсь ай да я ладно убегаем разведчиком на рыбке лучше семь процентов так ничего нет просто уходи просто просто уходи уходи в прошлый раз был бак в сторону противника я не перезаписывался просто уходим с промахами отлично просто как майкл джексон ушел так смуз просто плавненько так ну по по ощущениям по ощущению это не маршрутка просто мне не повезло на на паке но ребят но здесь правда очевидно был баг но очевидно был баг серьезно дым не доставал показывал что доставал 38 как-то не очень тебя всегда когда будешь мазать вот бусик то это тоже сэйфлот был смысле у них игра вылетает периодически отчитайте сэйфу 98 промах скриньте скринть 98 промах за миссию уже три промаха 96 плюс это не цензур просто где-то и ты как это нельзя допускать такое как 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 это нереально тут что-то вообще с вероятностями творятся какие-то безумства как у нас делается 4 у нас просто крыша едет на самом деле севшая средняя тарелка баги повсюду короче вот но нормально вы вырулили ранений пока нет убили михтоиды жирного здорово такого михтоида издеваемся над оставшимися сектоидами мутона берсерка знаешь как мы ушатали мутона берсерка бам и 329 крит в голову от снайпа 16 человек уже ушатали я полагаю что есть еще один пак но у нас есть с вами у нас есть с вами развед с инвизом у нас есть с вами снайпы вообще все прекрасно красавица ниже а у нас появились пси уже тренинг уже один товарищ по потренировался потом появилась генная лаборатория уже пошли ноги руки делать нормальные глаза наконец-то там все выпрямлять все выправлять стоп мне послышался секер справа а ну-ка по звуку по анимации секер как будто так консил был снят мне мне кажется это секеры 4 пак секеров я их не вижу но это маловероятное совпадение я бы сходил сначала туда конечно же проверю вот эту горочку что очень странный звук но мне посылают в тарелку конечно мне посылают в тарелку ну ладно посылают значит идем я получен командир новостной поточку нужно ближе подавались это с горочки может как-то еще постреляет но тоже учитывая большое количество деревьев наверное не стоит я буду на чеку выполняю остается у нас out и и мне кажется что еще же может быть пак это же севшая средняя тут двадцатка тут же двадцатка за дело если правильно помню иду на позицию никто это кстати можно было травануть еще было опция может быть к тарелочке подойдем датчики с ним так сначала не я подведу еще 1 . что вероятность пострелять вот в этой позиции она довольно низкой слушаюсь уже иду блин пули еще стоит а бы как и он наверно даже вот на этот фланг без полных укрытий воевать сложным сложно воевать посмотрим я столько двух аутов больше никого ну ладно если там кто то есть то они сами подойдут как там слон говорил 3 пока сбитая 4 севшие 5 маршрутками понял ну тогда все тогда это последние где-то вот тут уже иду они может быть слева может быть справа то есть по звуку так может быть в любом случае у меня есть инвиз я могу подходить разведчику а вот они здесь ну я их буду на эти на на ханкеры выманивать единственное что хотелось бы все таки снайпов вывести на длину хотелось бы пулича все таки на давайте инжа поближе вот сюда тип фул кавер а пулича подведем так вот тогда у нас все ключевые будут на позиции еще сейчас пол ходика проведем снайпов потому что они будут явно и бежать справа на левом и возможно подставиться под главное чтоб я сейчас не подставился я 16 убита пришельцев вроде не должен так ну можно уже начинать на самом деле побежали раз опа это что за покемон видимо элен ресерс уже 280 какой-нибудь да там какой-то жир вообще хиток на 25 выполняю уже иду буду держаться тут я на месте укрытие как они побегут пока прямо пошло и захват до захват бросок все есть тут может быть фланг очень боюсь я бы оставил различка где-нибудь здесь просто чтобы увидеть оббегающих но тут нет нормального полного укрытия кроме вот такого можно пробежать конечно так проверить обидится в то что в том что они за один ход не подбегают тут снайпабы чуть правее чтобы дерево не мешало нет здесь ханкеры 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 блин 25 хп а что будет в этих по 4 по 6 прикиньте вот он здорово ой ты тварь маньяк так ну никто кроме разведа не видит развед убегает на полный ход и куда-нибудь не знаю даже наверно сюда чтобы контролить с правом аутом чтобы например он к снайпам не побежал все ждем да вот это вот опасно вот это сила один уже здесь 40 меткости кайф снайпы не видит я жду когда эти фланг поставят под снайпов пострелять можно будет на увере уже стоит пыль и можно конечно гренку закинуть стенку снять и в один ход все сделать 78 для этого нужно сопрессить потом еще убедиться том что мы дым докинем до туда нас а докуда докинем не до кудам инженер ну что могу сказать а вот отсюда можно попробовать так главное что я верни не это самый снимаем немножко стенку чуть-чуть причем мне надо будет его подсветить мне не надо будет а он все еще они надо будет там еще один показывается давай скан окей даже подходить разведаться мне буду не хочу просто не хочу под вирвочи там что-то бегать куда-то непонятно у нас снайп не видит один ничего тут скритон давай по 19 но он жив жив он побежит ладно хрен с ним а что по второму то второму потом или все-таки докинем рот давай докинем дым сначала вот на наших товарищей которые палятся но что инжа пока не видно он там за бревном вообще нет очень четенько его не видно из-за бревна закидывает вот этого бы я даже тоже в ханкер поставил просто далеко не факт что каждой шриду шрида нормально зайдет поехали добро кто такой был непонятно надо посмотреть по уфу педи миша давда выпендриваешься беги не боись 40 процентов да как ты видишь там же два фулка вора алё я понял не считается общем но я считаю это это дерзость за которым должен заплатить жри что с ковером друг ковра нет снайпер есть 13 хитов снимается изи что друзья довольно стабильно довольно простая миссия берсерк михтоид какие-то команды не знаю бойцам объявляется благодарность мандир добыв так много ценного состава они обеспечили нашим ученым средства к продолжению исследований дабл рокет ой первый мой топовый пехотики смотрите первый кто-то качался до максим выборочный дайте точности напоследок и hit 4 точности до 88 хорош блин опасный опасный вандорн опасная зона точность единичка лири сплав уважение борт компьютер источники энергии ядро мех той да класс теперь на 140 лирия 55 сплавов и топовые товарищи сходившие на миссию отдыхают четыре дня рассказывают про то как им повезло на этой миссии лучше на оружие гаусса через три дня и скорее всего сплавы мы потратим именно туда скорее всего мне хватит только на одну снайперскую винтовку хотя там же хочется еще рпг гаусса взять авиалника три дня что у нас по экзальту он уже вернулся блин хорошему экзальт нужно сканить уже сейчас давайте продаемся продаем пока лире это единственное что у меня в дисбалансе таком я понимаю что нельзя продавать но чё ж поделать и есть в индии я смотрел прямо в эту страну как раз 20 . можно паники снять если выполнить успешно эту миссию управляем нашего оперативника заказать все штуку же все штука же все штука но тогда у меня не будет так что такое 15 8 все надо собираться друзья отличная нота на ней можно закончить я к сожалению сегодня трансляцию раньше заканчиваю потому что нужно нужно уехать завтра вечером я уже вернусь ну или поздно поздно вечером не помню там поезд насколько короче спасибо вам за то что смотрели спасибо за то что болели слону спасибо за советы этот рай скорее всего провален потому что как бы лейт это нечто недоступное для меня я вижу чувака у которой 25 понимаешь что это только самое начало вот но будет интересно это новый контент по крайней мере поэтому увидимся с вами ориентировочно послезавтра ориентировочно послезавтра вот приходите им будет весело скорее всего мы с вами уже будем идти на базу на следующем стриме потому что мы ждем только пять дней спутник и уже можем лететь на базу и у нас в принципе вот взять топовый состав этот там с и все и снайперки сделали все нормально оптику сделали все хорошо ладно всем доброго до следующего стрима пока и Продолжение следует...